Мой взор выпал на комплект, который называется Сибиряк. Это Hunter плюс Freeze. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить настройки своего аккаунта, тег создателя контента Vider, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом участвую. И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Vider, и сегодня мы с вами записываем видеоролик по танкам онлайн. Это опять мой аккаунт без доната, и наконец-таки у меня появился хоть какой-то комплект за кристаллики. Я, соответственно, сейчас могу себе приобрести и купить. Но, как вы, наверное, понимаете, то, что вы мне писали в комментах, типа, с этого диапазона званий уже тебе будет доступен комплект МК-7. Нет, ребята, недоступен мне комплект МК-7. Я могу себе приобрести только лишь МК-6 вариацию. Вот. И это, на самом деле, печально с одной стороны, но с другой стороны, типа, нормально. Короче, мой взор выпал на комплект, который называется Сибиряк. Это Хантер плюс Фриз. Я здесь, наверное, в какой-то степени не хочу более-менее себе Хантера брать, как я себе хочу Фриза приобрести. Потому что, ну, все-таки это пушка ближнего боя. Для Хоппера она у нас подойдет, но не совсем. Было бы идеально, если бы у меня здесь выпало какой-нибудь Фриз, наверное. Ой, не Фриз, а какой-нибудь комплект Огненная Стена, где у нас там идет вместе с Хантером тот же самый Огнемет. Это было бы, на самом деле, получше. Хотя, может быть, я фиг его знаю. Сейчас мы с вами приобретем вот этот комплектик. Может быть, обновим, и там еще один комплект будет. Поэтому, может быть, сразу мы с вами, ребята, заберем целых два комплектика. Это, как говорится, уже очень хорошо и очень круто. Но, сейчас мы себе приобретаем Сибиряка за 237 тысяч и 150 кристалликов. И скидка на него всего лишь 15%. Понимаю, что, конечно, да, не густо, не густо. Но, как вы, наверное, ребята, заметили, звание у меня уже Генерал-Майор. Я себе подпрокачал его. И, на моих, к сожалению, с Маке и Хоппери играть на таких диапазонах прям реально становится уже очень сложно. Не вывожу серьезно. Хоть и занимаю там вторые, третьи, иногда даже первые места. Но для этого прям нужно стараться. И у тебя, получается, не игра в какое-то удовольствие, а игра в потную какую-то катку, где тебе нужно прям брать и тащить по полным программам. Поэтому давайте мы себе эту штуку приобретаем. Барсук еще на модуль, кстати, тоже приобретем. Вот, поэтому мы с вами купили его. Наконец-таки у меня остается 307 тысяч кристаллов. И момент истины. Обновляем. И что у нас здесь? Да, блин. Ну, если честно, ну, да. Я был уверен на 100%, что у меня сейчас не выпадет никакой комплект еще за кристаллов, потому что, ну, типа, а какого фига? Жирно будет, жирно, Вадимушка, тебе будет еще у нас второй комплект тебе приобретать за кристаллики, да вы что про разработчики, да у нас и так расщедрить. Хотя, вроде, насколько я знаю, у меня один раз выпадало даже целых два комплекта, но они там были совсем ужасные. Не то, что я хотел. Там мне выпадал какой-то Васпик плюс Гаусс МК-5. И еще что-то мне выпадало. Что-то еще, короче, выпадало, но тоже не то, что я хочу. То ли какой-то шафт, то ли какой-то гром. То есть не то, на чем я играю, поэтому давайте себе одеваем, соответственно, Хантера. Это у нас гусеничный трактор теперь будет. На одну МПК-шечку, конечно, я его все могу. А у меня есть, понимаю, устройство. Нету у нас никаких скинчиков у меня вроде тоже, как никаких на этом аккаунте вообще нету. И фрезяру, который, соответственно, мне тоже понадобится до этого всего. А может быть, ага, не может быть. Угомонись, Вадимушка, что ты у нас раскатал губами. Вообще, блин, ничего нету. Голка, говорит, как сокол. Фриз и, соответственно, Хантер, на котором я буду зажигать. Так, защита. Я, наверное, Пантеру сниму. И вот эту защиту себе нацеплю. И, естественно, одну улучшалочку мы поставим. И здесь также поставим одну улучшалочку. Я так думаю, я прокачаю максимум на три шажочка, чтобы, как говорится, у меня, ну, немножечко побольше было, соответственно, урон и броня. А потом уже будем, наверное, покупать себе МК-7 вариацию на каких-нибудь скидочках до Хэллоуина. И я себе хочу этот аккаунт прокачать. КС-ка у меня уже Фиолет В5 5996. Эх, ну давай. Давай, Вадимка, давай, не подведи. И, в принципе, это вооружение мне достаточно неплохо импортирует, потому что... Ну, блин, очевидно. Фриз сейчас неплох. Прям конкретно неплох. Единственное, наверное, что меня будет, скорее всего, не устраивать, это некоторые битвы, которые у нас будут большие, огромные карты. На этом вооружении я у нас там не смогу так уже поиграть, как, допустим, я играл у нас на том же самом Хоппере плюс Смаке. Просто вы и меня должны понять. Типа, да, я понимаю, что я у нас слил 250 тысяч кристаллов на устройство, на Смаку. Но, к сожалению, спустя день-два вышло обновление, где у нас полностью это устройство зафиксили. И зафиксили его прям серьезно, что на нем, ну, стало играть прям сложноватенько. Сложновато не в плане того, что как-то там какие-то тактики новые нужно делать. Нет, сложновато у нас в том плане, что крита нету от слова вообще. Если ты до этого у нас как-то мог перестрелять кого-то, сейчас у меня, допустим, иногда получается, что я респуюсь, ДДшку юзаю, аптеку юзаю, и при этом никого не убиваю. Раз, два, три, четыре, пять и так далее, и тому подобное. То есть, эта тема у нас длится, и как-то меня это не устраивает. Так, бесконечная загрузка, понимаю, в принципе, и бредом никак не осуждаю. Хотел бы я сказать, но нет, осуждаю, естественно. Поэтому мы сейчас поставим на паузу, и вернемся, как меня только загрузит в какую-нибудь кат. Ну, короче, ребят, меня закинуло куда-то, в какую-то битву. Не совсем, конечно, это у нас быстро было. Я даже у нас не буду перекликаться, потому что боюсь. Представите, если я у нас выйду и заново, допустим, в какую-нибудь битву попробую зайти, то это, скорее всего, для меня окажется прям печальным известием. Потому что сейчас это у нас проходит не все так гладко, как мне бы хотелось. Так, друище, вот давай-ка, пожалуйста, без этого. Кстати, вот я смотрю что-то, но гром в последнее время меня тоже, в принципе, достаточно устраивает. Я помню, в последний раз играл, допустим, на этой пушке в каком-то... Серьезно? Офигеть, как же фриз хорош. Как же, ребята, фриз у нас хорош. Просто отличнейшая пушка. Тем более у нее крит достаточно неплохой. И, в общем-то, урон. Не часто я у нас встречу как раз-таки топовые резисты этой пушечки. Возможно, конечно, это у нас пока только начало. И недостаточно большие звания, потому что, как вы, наверное, заметите, даже сейчас у нас 5, 10 и, соответственно, 16%. А, еще пятнашка у нас есть от фриза. И на этом как бы все. Финита ля комедия. У нас все заканчивается. Вот единственная как раз-таки у нас оплошность заключается в том, что я, скорее всего, себе не смогу что-то, знаете, позволить в плане том, что вот догнать кого-то мне, да, мне будет сложно, проблематично. Но мне здесь нужно делать какие-то свои интересные, уникальные тактики. То есть больше возможно стоять в дефе. Больше возможно по-другому немножко отыгрывать. Мне, конечно, это, ну, конечно, естественно, естественно. Ребята, дико перед всеми извиняюсь, но я, возможно, сейчас поеду прям рисковать, сливаться и, ну, забирать, чтобы у меня, короче, Джиггернаута забрали прям, ну, очень-очень поскорее. Все-таки я у нас хочу протестировать, соответственно, комплект, на котором я, который я себе приобрел. Вот, поэтому, как говорится, я, конечно, понимаю, я, конечно, наверное, сам себя осуждаю за это, потому что Джиггернаута у нас не так часто дают, но все-таки я у нас поехал по сливам. Вот, мне все-таки нужно более-менее протестировать свой комплект, дабы понять, как он у нас снэкбайт. Ну, даже, кстати, несмотря на то, что я у нас на Джиггернаута пошел сливать, пошурик побырику, в самом вот в плане прокачки я ощущаю, что у меня уже Джиггернаут стал немножечко поприятнее, потому что до этого, когда я у нас, допустим, получал себе Джиггернаута, ну, все-таки чувствовал, знаете, вот эта прокачка МК-5 не полностью, не по фулу, и как-то меня это не очень сильно устраивало. Вот, плюсом ко всему, еще на своем безнат аккаунте я заметил такую фишку, что когда у тебя появляется возможность себе что-нибудь купить и прокачать, я вот думаю, ну да, я себе сейчас это все дело прикуплю, а прокачивать стоит или нет? Потому что сейчас с обновлением, как говорится, это немножечко у нас, ну, такое себе решение, в плане том, что, ну, сейчас, если ты у нас, допустим, себе берешь и прокачиваешь какое-то вооружение, а потом взял и новое звание, допустим, там, на каких-нибудь праздниках получил, и все, твои все прокачки, они улетают в тентерары. Вот это вот, конечно, давление меня немножечко не устраивает в нынешних танках, потому что оно работает, ну, не так хорошо, как я себе представлял, с одной стороны. С другой стороны, возможно, как раз-таки, более-менее, ребята у нас, и, в общем-то, я научусь не так часто использовать МПК на мелких диапазонах званий. Допустим, если я у нас понимаю, что я свой аккаунт буду качать достаточно быстро, то, скорее всего, у меня нет никакого смысла брать и прокачивать то или иное вооружение, потому что, допустим, с хоппером у меня была абсолютно такая же ситуация. Я у нас себе купил МК-4 вариацию этого хоппера из Маку, прокачал, соответственно, это все у нас по, вроде бы, 6 или 7 шагов, и потом на каких-то праздников взял и получил себе новое звание. Клево, в скобочках нет. Естественно, это было, ребят, не клево, потому что все мои, соответственно, кристаллы улетели очень далеко, очень было сложно, очень было непросто с этим смириться, потому что потерял я, ну, достаточное количество кристалликов на этом, типа, я у нас, вроде, как бы и докачал, и с одной стороны и с другой стороны не получил никаких скидок. Это печально, это грустно, и это больно осознавать. Вот, еще плюсом ко всему, я бы хотел у нас, наверное, себе приобрести какой-нибудь комплект с харьком, потому что харек, в общем-то, в этом плане, себя на безнат аккаунте будет тоже показывать прям вообще замечательно. То есть я могу, допустим, его себе приобрести на каком-нибудь том же самом фризе, достаточно неплохо отыгрывать, в плане том, что я могу критовать всех и с помощью этого овердрайва убивать всех, и единственное, наверное, кто мне помешает это сделать, это только паладин, который выйдет у нас, ну, я не знаю, может в скором времени, но еще это время не наступило. Ой, как говорится, прямого конкурента у нас пока нету этому корпусу, вот, поэтому на нем можно, в принципе, более-менее нормально рассекать. Вот, единственное, что у меня сейчас просаживается, скорее всего, на этом аккаунте, на моем, это то, что у меня нету особо сейчас устройств каких-то уникальных, как раз-таки на пушки новые, которые у меня будут, и, естественно, на корпуса новые, потому что в нынешних танках устройство это дело очень серьезное, которое, соответственно, тебе позволяет занимать какие-то более-менее нормальные позиции с легкостью, чтобы тебе игра доставляла именно удовольствие. Я не говорю ни в коем случае, не хочу никак, соответственно, что-то выпендриваться, что сейчас без устройств вообще нереально занимать первые места. Нет, первые места занимать тебе без устройств, ну, опять же, очень легко. Но тебе нужно немножко подпотеть, то есть тебе в каждой катке нужно, например, ты уже не заходишь в битву, допустим, в танки и не катаешь на расслабоне. Тебе вот нужно как-то думать, что-то напрягаться, а иногда все-таки хочется просто зайти в танчики, просто расслабить булки, просто катать, ни о чем не думать, допустим, как в моем случае, болтать с чатиком, читать где-то там комментарии, кто-то там мне еще что-то отправляет. То есть, знаете, такими делами заниматься на лакшери. Поэтому здесь, да, конечно, мне нужно будет приобрести какое-то устройство, но пока у меня, в общем-то, предположений, что я себе именно хочу на корпуса, особо нет. Потому что корпусами там, ну, какие-нибудь иммунитеты было бы неплохо. То же самое от поджога. Если мне выпадет иммунитет, даже или защита, я его по-любому буду одевать, даже если мне выпадет какой-нибудь иммунитет от Эми. Я, наверное, все-таки от поджога себе приобрету, потому что сейчас у нас много всяких вещей, которые поджигают твой танк и, соответственно, меня. И от этого нужно как-то защищаться. Ладно, короче, ребята, на этом мы с вами будем прощаться и заканчивать данный видеоролик. Кому он понравился, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok